По благословению настоятеля храма Рождества Христова, протерея Александра Игнатова, в русской православной школе состоялись мероприятия, посвященные памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ребята отправились в путешествие в гости к славянской азбуке. Посетили страну букв, в которой им предстояло назвать буквы славянского алфавита. Затем страну слов, где ребятам нужно было вспомнить, как в старину назывались черты человеческого лица. И пройдя испытания, прийти к славянской азбуке. Благодарю вас за ваши подарки, ваши знания. Вы все мои любимые ученики, а все вместе мы верные служители живого слова. Очень важно понимать, что наш язык не просто родился, а у него действительно есть очень большая тысячелетняя история. И мы будем стараться прививать эту любовь к детям, чтобы они в свою очередь прививали ее любовь своим деткам. В этот день были представлены работы учащихся первого класса по иконописи, выполненные пигментными красками с соблюдением технологии написания икон. Под руководством преподавателей, учащиеся начальной школы, в течение учебного года работали над проектом по созданию книг. Ребята своими руками, кистью и пером выписывали буквы в своих книгах. Такой кропотливый труд – очень хорошая альтернатива современной зависимости детей от гаджетов и интернета. Последили эти книги кириллой ремонии. Пописали эту монограмму, даже сами пришали иностранными. Я понял, что это очень трудно и нелегко делать книгу. Тут надо очень много усилий приложить. Современный язык не несет того тепла, что так греет в старинных книгах. Засорился иностранными словами и сленгом разговорный язык. И ключом к нашей культуре остается церковнославянский. Его изучение помогает лучше узнать и понять русский язык, литературу, культуру и историю нашей страны, что особенно важно для подрастающего поколения.